Призрак Я не буду говорить о мэнспридинге как таковом, про это достаточно наговорили комрады из мужского движения, где надо простебались, где надо посмеялись. Люди, которые осваивают гранты на ведение межполовой войны, нашли новую тему. Будут новые гранты, будут новые слеты, презентации, доклады, диссертации. Это кормушка для определенной категории работников социального фронта. Я хочу сказать про мэнспридинг немножко в другом аспекте. Я отношусь к поколению 70-х годов. Я из тех людей, которых жестко натонировали, что сидеть в транспорте вообще им не положено. Даже когда это очень сильно нужно. Когда ты себя отвратительно чувствуешь. Бывает, чувствуешь себя настолько хреново, что готов упасть. Ты понимаешь, что все равно у тебя нет ни права сидеть и никакого способа обратиться. Нет никакого основания, на котором ты можешь попросить у окружающих дать тебе место. Скорее ты сползешь на пол по двери или там садишь на корточке. Неважно, будь то сильная температура или травма ноги. Любая попытка присесть в сколько-нибудь заполненном транспорте заканчивается чувством такого глубокого внутреннего дискомфорта, что невозможно ни отдыхать, ни сосредоточиться на чем-то своем. На чтении, на музыке. Даже подремать нельзя. Глубокое ощущение, что это заняло чужое место. Разными способами мне объясняли и в 5 лет, что это не мои места сидячие. И в 7, и в 10, и в 15, тем более в 20. Сейчас мне уже больше 40 и я знаю, что мне назовут в качестве обоснования, почему эти места все равно не мои. Не знаю, как я встречу старость в московском метро. Интересно, хотя бы в 70 лет будет основание, по которому я смогу, во-первых, для себя оправдать, почему я сижу или могу сесть. Во-вторых, почему окружающие будут думать, что я имею право сидеть. Даже не знаю. В настоящий момент мужчины, которые сидят в транспорте, вызывают у меня даже некоторую степень зависти. Потому что у меня, например, нет такой степени внутренней свободы. Как я над собой не работал на эту тему. Я смог освоить многие вещи. Я могу справиться с женскими слезами, с женской истерикой. Я могу разорвать отношения с женщиной за 30 секунд. Да, с женщиной, которая мне дорога. Примерно в половине случаев я могу отказать в помощи какой-нибудь очередной бабушки, которая тащит больше своего веса по переходу в метро. Но в половине случаев обычно все-таки помогаю. Исключение делаю для колясок с детьми. Но вот в смысле сидения я ничего не смог с собой сделать. Чтобы комфортно сесть в метро, мне необходимо, чтобы вагон не только был полупустой сейчас. Мне необходимо быть более-менее уверенным, что он будет таким до момента моего прибытия на конечную станцию. В остальное время мое любимое место это стоячее место. Это место у закрытых дверей напротив входа. Этих мест комфортных очень мало. Это место, которое я занимаю в первую очередь. Когда основная толпа на конечной станции рвется занять сидячие места. Я про себя это всегда называю паралимпиадой. Паралимпийский забег. Кто из нас самый быстрый инвалид? Вот мой, так сказать, рывок идет к двери. Закрытые двери напротив. Единственное, на что хватило моей внутренней работы над собой, это, поверите или нет, но примерно пару раз в год меня пытаются выжить с этого стоячего места. То есть ситуация, когда сидячих мест нет, заходит там мужчина или женщина с сумками или без и пытаясь чем-то там своим обосновать, там удобством, необходимостью и так далее, пытается выпереть меня из моего любимого угла. И вот это место, которое я научился оборонять, то есть я отказываю людям, если это требуется, то в довольно грубой форме, там объясняю, что посмотрите, граждане, вокруг, вы видите меня сидящего тут среди прочих? Нет, я не сижу, я вам свое место уже уступил. Если вы такой смелый и боевой, что можете так подходить и выпирать людей с места, вот вам выбор, весь вагон, подойдите к любому и выперите его с места. Там присутствуют оба пола, все возраста, выбирайте свою жертву и поднимайте ее с сиденья. У людей такая реакция, они не ожидают, что человек будет защищаться, тем более в такой позиции. Но это, так сказать, моя линия обороны, мой граунд, я научился его оборонять. Но по поводу сидячего места я ничего с собой сделать не могу. Вообще удивительно, две вещи удивляют, почему до сих пор не существует вагонов, раздельных по полу. Я думаю, что учитывая градус истерики, можно было бы освоить существенные средства и написать много диссертаций интересных, социологических. Надо разделить вагоны по полу на мужские, женские и смешанные. Я, наверное, скорее был бы сторонник такой системы и, наверное, предпочел бы пользоваться мужским вагоном, чем ехать смешанным. Вторая вещь для детей по меня было бы гораздо удобнее, если вагон был бы спроектирован так, что там нет сидячих мест вообще. Можно сделать вагон, спроектировать его так, что там будет много комфортных стоячих мест. Во-первых, их там будет больше, во-вторых, это будет привычнее. Заодно это мог быть и мужской вагон, все равно мужчинам сидеть не положено. Так что, почему бы и нет. Комфортные стоячие места, я думаю, пользовались бы большой популярностью. Лучше комфортно стоять, чем некомфортно сидеть, это точно. Между прочим, во время моего проживания за границей, некоторое время конкретно в Германии, я пользовался общественным транспортом иногда и у них нет такого культурного кода по поводу уступания мест, как у нас. Если человек прямо не обращается за помощью или на месте не нарисован значок, обозначающий, скажем, место для коляски, никто так просто не уступает, и моя внутренняя реакция как раз была уступать в определенных стандартных ситуациях. И у людей это вызывало недоумение. То есть в Германии мужчина, который сел, может спокойно ехать до той остановки, до какой сочтет это нужным. Никто и не смотрит на него стрелящим взглядом, ничего от него не требует. Если зайдет какой-то человек, который явно нуждается в месте, там, не знаю, человек на костылях или там какой-нибудь сильно хромающий, ему уступят место, но это будет исключение из правила. В остальном они считают, что и ребенок может стоять, и взрослый может стоять, и женщина может стоять, а уж пожилые женщины там в гораздо лучшей форме, чем у нас, и они, наверное, даже сочтут за оскорбление, если бы пытаться их посадить. Обстановку вокруг сидения в общественном транспорте в России можно прямо сказать, можно прямо назвать невротической. И наши люди, я уверен, развозят эти неврозы по тем местам, где они путешествуют. В общем, люди воспринимают это как что-то чужеродное, непонятное и странное. Если бы мне пришло в голову подумать, можно ли... Есть ли какой-то пункт, за который можно было бы покритиковать женщин, что они такое распространяют вокруг себя в общественном транспорте или в общественных местах, что мешает людям нормально жить и функционировать. Естественно, такое назвать можно, и это будет не одна вещь. Первое, конечно, что пришло бы мне в голову, чтобы я мог назвать вумэн спрейдингом, если мы не говорим про ноги. Волосы. Волосы. Женские прически, особенно в холодный сезон, когда на людей много одежды. Плотный транспорт и волосы впереди стоящих или сбоку стоящих женщин у тебя и в глазах, и в зубах, и на книжке, которую ты читаешь, и в смартфоне, который ты смотришь, и попадают в твою молнию иногда, доставляют дискомфорт девушке. И ни разу в жизни я не слышал, чтобы кто-то обратился к женщине с претензией, сказать, что что же вы делаете в такую вот... Вы же знаете, что сейчас плотный трафик в транспорте. Зачем вы ходите с такой прической? Понятно, что вы хотите продемонстрировать свое... свое генетическое здоровье, там, и шикарные волосы. Все понятно, но в этом же есть явное, как бы, неуважение ни к пространству других людей, ни просто к гигиене, ни к социальному взаимодействию. Единственный раз, когда я слышал такую претензию, это от классной руководительницы на собрании в школе, которую я посещаю регулярно. Классная руководительница определяла претензии родителям девочек, которые ходят с неприбранными волосами. Объясняла им все то же самое, что это, как бы, и не культурно, и против дресс-кода принятого в школе, там, против устава, и это мусорит, и попадают волосы, там, на столы, сбоку, спереди, и на парты сзади, и цепляются, и, в общем, ну, масса, как бы, проблем и гигиенического характера, и эстетического характера. Их даже просто мешают смотреть сидящему сзади, да, потому что большая прическа, она, в общем, загораживает обзор. Вот, но мамы девочек довольно яростно обороняются. Говорят, что там эстетика, свобода выбора, свобода внешнего вида, и даже то, что они признаются, что, да, прическа, она, да, используется для маскировки каких-то там вещей, которые же девочка хочет скрыть, да, и не хочет показывать. Ну, в общем, факт остается факт. Единственное место, где я такую претензию слышал, это от классной руководительницы девочкам старших классов. Подводя черту под спрейдингом, мужчины построили эту систему транспорта, они ее придумали, они ее обслуживают, но прав они в ней полноценных, в общем, не имеют. Прежде чем можно будет говорить о каком-нибудь спрейдинге, то есть распространении, мужчинам буквально в смысле нужно отвоевать свой кусок транспорта общественного. Как и когда это будет сделано, я даже не знаю. Не знаю, что ждет поколение, например, наших сыновей. Смогут ли они сидеть в общественном транспорте, или они тоже будут приговорены вечно, вечно быть гостем в этом заведении. Вечно не иметь прав, не знаю. Пожьем, увидим. Как-то неудивительно, возможно, мужская свобода здесь начнется как раз после введения разделения полового в транспорте. Возможно, жизнь станет чуть-чуть попроще. Вот так.